Этот роман можно назвать одним из самых известных в 20 веке. У него интересная издательская судьба. О барнаульском издании с рисунками знаменитой художницы Наде Рушевой расскажет Владимир Токмаков. Над романом «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков работал 12 лет, до самой смерти в 1940 году. Книга стала своеобразным завещанием писателя. Рукопись романа долго не хотели печатать тогдашние литературные начальники. И только в 1966-м роман с сокращениями опубликовали в журнале «Москва». Публикация наделала много шума и даже стоила место главному редактору. В годы перестройки «Мастер и Маргариту» издали в Барнауле. Именно тогда роман впервые вышел с рисунками Нади Рушевой, той самой талантливой художницы, о своеобразной творческой манере которой много говорили в советские годы. Надя трагически ушла из жизни в 17 лет от врожденной болезни. Это первое издание в России с ее рисунками. Рисунки передала для иллюстрации в Барнаул, нашему книжному издательству, ее мама. Книга до сих пор является уникальной, и можно назвать ее даже библиографической редкостью. Созданные в 60-х годах рисунки Нади Рушевой к «Мастеру и Маргарите» являются, пожалуй, самыми известными иллюстрациями романа. Их высоко оценила Елена Сергеевна Булгакова, вдова писателя и главный прототип Маргариты. Переизданный в Барнауле, роман стал одним из первых постсоветских массовых изданий «Мастера и Маргариты». Все живущие на Алтае поклонники Михаила Булгакова смогли, наконец, получить книгу в личную библиотеку. И теперь это уникальное издание можно встретить на пулках нашего книжного шкафа на железнодорожном вокзале. Если у вас есть книги, которые лежат без дела, то привозите их в нашу редакцию на Пролетарская 250 или позвоните по телефону 65-22-25, и мы приедем за книгами сами. А о самых интересных расскажем в следующих выпусках. Владимир Токмаков, Александр Морозов. Новости. Владимир Токмаков, Александр Морозов. Новости.